А мы продолжим. Значит, для нас еще вот какой имеет значение Юрий Евгеньевич вопрос. Он касается сегодняшней встречи Эрдогана и Путина. Важная новость. Да, кстати, еще одно объявление. У Юрия Евгеньевича действительно майка заложен. Вы же знаете, обсуждают все, что угодно, кроме темы нашего обсуждения. Вот. Сегодня они обсуждали и ряд заявлений были сделаны со стороны Путина, по-моему, глупейших. Он там, например, был одно, боюсь процитировать, где он сказал, мы всегда хотели быть посредниками в этом конфликте. Ты нормальный человек? Каким посредником? Вы же напали. Как вы можете быть посредником? Россия, говорит, должна быть посредником. Я вот сейчас найду эту цитату в новостной ленте, где он видел, естественно, и, соответственно, тоже процитирую. Но что важно? Насколько мы понимаем, они двигаются к возобновлению зерновой сделки. Москва опять свое вечное надули, надули, куда его надули, чего там надули. Значит, он все время требует большего. И поэтому, когда ему это больше не дают, он все время считает, что его надули. Но все идет к перезаключению сделки. Об этом и Эрдоган говорил и так далее. Но, тем не менее, все-таки вопрос заключается в следующем. Возвращение в эту сделку. Это вызвано интересами Москвы, поскольку она не смогла обеспечить блокаду Украины в Черноморском бассейне, как вам кажется. Потому что сухогрузы-то как шли, так и идут. Ну, может быть, меньших. Может быть, там повысилась страховая цена. Или же Москва, в общем, эту игру затеяла со старта, надеясь на быстрый исход, как обычно, Киев за три дня и так далее, что Украина обнулится своим урожаем и так далее. Этого не произошло. И последовали ответные действия, как в случае с атаками надводных дронов Украины по нефтетанкерам из Новороссийска. И последовали, значит, иные действия, которые привели к более печальным для Черноморского флота, в том числе, последствиям из-за атак на инфраструктуру зерновую в Одессе, в Николаеве и так далее. Ну, просто начали отвечать на это. И Москва стала терять больше. И, собственно, терять в том числе и в деньгах, поскольку сама не может обеспечить безопасного своего судоходства в Черноморском бассейне. И тем самым, в общем, и свое зерно, и краденое зерно в Украине. И танкеры свои подверглись атакам. Что вы думаете по поводу вот этой сегодняшнего сейшена между Эрдоганом и Путином в Сочи? Я думаю, прежде всего, о том, что Путин совершил очередную глупость, грубую глупость, грубую ошибку. Просто по собственной неспособности оценивать последствия своих действий, оценивать плюсы и минусы, оценивать то, что произойдет. Он переоценил свои силы. И он сказал, а вот теперь мы эту сделку зерновую прекращаем и всех будем там топить, забирать эти корабли, отводить куда-нибудь к себе наши гавани и будем их там держать. Собственно, вот когда Министерство обороны России выпускало вот эти совершенно злобные, такие зловещие предупреждения, все они исходили из того, что они по-прежнему могут полностью в военном отношении контролировать Черное море. И ошиблись. Ошиблись в очередной раз. Потому что, во-первых, контролировать полностью Черное море они не могут. На Черном море находится очень мощный, ну, достаточно мощный, особенно во много раз более мощный по сравнению с Черноморским флотом, Турецкий флот. Турция может спокойно перебрасывать свои боевые корабли из Средиземного моря в Черное и на Барту. А вот никто другой боевые корабли, значит, в Черное море передвигать или перебрасывать не может. Значит, а тут еще появилось вот это вот совершенно неожиданный для Москвы, вот этот фактор безэкипажных катеров, которое, оказалось, что теперь нужно еще очень сильно подумать адмиралам и командующим Черноморским флотом, стоит ли отправлять свои корабли куда-то туда, в западную часть моря, для того, чтобы там, значит, пытаться останавливать, досматривать, захватывать корабли, ну, нейтральных стран, скажем так. Был один эпизод, и как я понимаю, с кораблем, который там досмотрели вроде бы, или не досмотрели, пытались досмотреть. Под флагом Палау какое-то судно. Под флагом Палау, да, ну, это был турецкий корабль, но, как всегда, они идут под флагами, очень часто, под флагами каких-нибудь микроскопических государств, которые живут тем, что они предоставляют свои флаги, значит, торговым судам, ну, любой страны. Так вот, судя по всему, потом из Анкары Анкара сделал крайне недовольный, так сказать, президент, выступила с крайне резким осуждением этого, хотя и не публичным, публичным тоже, но не очень резким. А вот, видимо, предупредила Москву о том, что в следующий раз уже им придется иметь дело с турецким военно-морским флотом. Это мои домыслы, но я думаю, что так оно и было, я почему-то в этом даже уверен. Значит, теперь оказалось, что у Москвы никаких средств для реализации своих угроз нет. Вот, понимаете, вот замах был на рубль, а удар получился на копейку, если вообще о какой-то копейке. То есть, а каких средств нет для того, чтобы контролировать вот эту блокаду Черноморскую Киеву? То есть, у него флота нет? Или нету там достаточно воздушного флота? Чего нет конкретно? Нет, ну, у России, у России есть там, ну, Черноморский флот, это, в общем, самый, как я понимаю, самый слабый, может быть, ну, или второй, с конца флот российский. Там есть несколько, был крейсер Москва, судьба его известна, там было, есть несколько фрегатов, или, ну, примерно такого же класса корабли, это большие десантные корабли. Есть корабли некоторые, несколько таких уже меньших, меньшего водоизмещения и так далее, которые, конечно, в случае, если им ничто не противостоит, они, конечно, могут досмотреть, остановить, расстрелять. Там есть артиллерийские орудия, есть какие-то ракетные установки, могут расстрелять и потопить любой торговый корабль, но это если им позволят это сделать, а им не очень позволяют, это во-первых. То есть, им, собственно, и не позволяют, и не получается ничего. Корабли эти торговые идут, вывозят зерно или там что-то еще, не только зерно, наверное, вывозят в Одессу и в Исмаил. Что делает Россия? Россия пытается ракетами, этими калибрами, иониксами, кстати говоря, противокорабельные ракеты, которые очень дорогие, очень ценные ракеты, но вот их тратят на то, чтобы наносить удары по портовым сооружениям. В Одессе, там вот на Днистре, на, прошу прощения, на Дунае, в Исмаиле, там еще один есть портрет, по-моему, он называется. Значит, вот там пытаются разрушить портовые сооружения, но, опять же, тут не ясно, в какой мере, в какой степени это они могут сделать. Так что, ну, и теперь есть еще политическая сторона этого дела, и экономическая, и политическая, потому что Киев объявил в свою очередь, ну, это известно хорошо, а мы тоже объявляем там районы Новороссийск, Анапы, там и прочих, и прочих, зоной опасной для судоходства. Соответственно, страховые платежи за транспортировку, а там и транспортируется и нефть тоже, и казахстанская нефть, и российская нефть, и много чего другого, экспортируется и импортируется через эти черноморские порты. Значит, страховые взносы взлетели, и тут уже приходится чесать затылки в Москве. А как мы, собственно, будем с этим разбираться? То есть, ну, та же самая история с выстрелом в ногу, с бомбардировкой Воронежа и так далее. Ну, тут много разных мемов используется журналистами, аналитиками, нормальными людьми. Но, в общем, Путин провалился с этой идеей. Значит, теперь ему нужно выходить. Вот Эрдоган предлагает какие-то, пока не очень понятно, не ясно детали, а дьявол всегда в деталях, какие унианты. Речь о Будапеште, там были некие совещания, некие встречи, обсуждения, куда летал от России Мениханов, это лидер Татарстана. Но у него, видимо, никаких полномочий не было, поэтому там ни о чем не договорились. Но какие-то идеи есть. Но публично-то известно, что предлагают России некую схему транспортировки ее собственного зерна, причем оплата идет через Катерские банки, по-моему. Катерский банк будет действовать по инструкциям Россельхозбанка, вот такую какую-то, в общем, удивительно сложную, удивительно нелепую, я бы сказал, схему предлагают. Но, в общем, она предназначена для того, чтобы как-то ублаготворить Путина и показать, что он хоть чего-то добился. Ну, очередная попытка помочь Путину спасти свое собственное лицо, которое уже спасти невозможно. А вот что касается продления зерновой сделки, вот тут, судя по всему, Путин опять... Но Путин боится, как я понимаю, это дело не только в его личной какой-то нелепой совершенно украинофобии, хотя и зловещей очень, но еще он боится правых радикалов. Он боится тех людей, которые стояли за Пригожиным, которые стояли и стоят за теми генералами, которые выступают с критикой нынешнего военного командования России, но и косвенно выступают с критикой самого Путина за то, что вот он слишком нерешителен, что он боится применить всю мощь России, хотя мощь России уже вся. Все, что можно сделать, Путин уже делает, ну, кроме использования ядерного оружия, ну, тут можно же нарваться-то даже не на ответное, а на превентивное. Так что, ну, вот эта политическая такая зашоренность российского правящего класса вообще, не только Путина. Путин-то, в общем, понятно, что он человек с больной психикой и не очень способен на рациональные решения, но и не только в Путине дело. И вот это давление правых радикалов, давление вот этих турбопатрионов, как и заставляет Путина, помимо его собственных каких-то установок, в общем, занимать такую идиотскую позицию. А она идиотская еще потому, что, ну, ведь Путин и вообще российская номенклатура вообще рассчитывал на Третий мир, ну, на так называемый глобальный юг. Вот в этом и видят до сих пор некий резерв внешней политики. Вот мы теперь вместе с Китаем будем, так сказать, лидерами Третьего мира, будем лидерами глобального юга. А глобальный юг, в общем, высказал Путину достаточно ясно. Кончай, дорогой товарищ, кончай-то эту свою специальную военную операцию и прежде всего давай возобновляй зерновую сделку, потому что зерно проблемы с продовольствием, проблемы и у арабских стран некоторых, и у африканских стран достаточно острые. Причем не только с тем зерном, которое поступало из Украины, но и с ценами на зерно, потому что сейчас африканцам приходится платить за зерно, которое они получают из других источников, существенно больше, чем они платили до того, как вот Путину пришла в голову эта блестящая, на самом деле, бредовая мысль, зерновую сделку остановить и прекратить. Так что он попал, он собственными руками выкопал такую политическую яму, политическую ловушку, в которой он с головой вот так вот и туда и опрокинулся. Продолжение следует...